Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале. И я с вами продолжаюсь делиться опытом освоения редактора DaVinci Resolve. И сегодня мы с вами познакомимся с тем, как выделить определенный участок видео таким образом, чтобы он был подчеркнут для зрителя. Иногда бывает так, что мы с вами просматриваем какой-то сайт или даем в наших видео информацию с какого-то сайта и показываем видео этого сайта. И нам необходимо подчеркнуть какое-то предложение или какую-то схему на этом видео. И я сейчас покажу, как это сделать легко и просто в DaVinci Resolve. Итак, мы находимся в DaVinci в обкладке Edit. И здесь у меня уже есть клип, который я переношу на Time Linear. Давайте здесь уберем звук, чтобы он нам не мешал. И проиграем такой вот небольшой клип. Мы видим, что это движение страницы. И меня интересует вот здесь вот этот текст, который бы мне хотелось выделить каким-то образом, чтобы лучше подчеркнуть его для зрителей. Поэтому, как это мы будем делать? Становимся в начало нашего клипа. Выделяем наш клип. Кликаем правой кнопкой мыши и создаем новый клип на странице Fusion. Переходим на страницу Fusion. Здесь у нас уже есть Media Out. Здесь есть Media In. И я уже вам сказал, что здесь меня интересует вот этот текст. Для того, чтобы нам его выделить, мы будем использовать такую функцию, как Background. И также будем использовать такую ноду, как маска. Но перед этим мы с вами должны этот движущийся текст отследить. Отслеживать мы будем при помощи ноды Tracker. Для этого мы выделяем ноду Media In. Нажимаем клавишу Shift пробел. И находим трекер. Вот наш трекер. Мы его добавляем. Он у нас сюда прямо-таки добавился. Теперь мы берем наш трекер. Просто за верхний вот этот левый угол переносим туда, куда нам надо. Вот этот текст мне бы хотелось выделить. Мы сюда его просто переносим. Его можно расширить, чтобы было легче сделать трекинг. Вот таким образом. Но нам это не обязательно делать. Я думаю, что этого достаточно, чтобы трекер мог отследить именно то, что нам нужно. Переходим в инспектор и кликаем на клавишу. Вот у нас пошел трекинг. Вот трекер у нас получился. Теперь мы берем и переключаем вот этот наш трекер в режим, который называется... Необходимо перейти вот здесь во вкладку Operations. И Operation переключить в режим Match Move. И таким образом у нас теперь наш файл, он отслежен. Но теперь нам необходимо добавить маску и каким-то образом выделить этот текст. Как мы это будем делать? Переключаемся в начало этого клипа. И выключаем все ноды. Кликаем просто по пустому пространству. Сейчас мы добавляем вот такой бэкграунд. Добавили ноду Background. Переключаем на первое окно. Изменяем цвет этой ноды, этого бэкграунда. Сделаем его красным. И теперь применяем к этому бэкграунду маску. Маска у нас будет прямоугольная. Таким образом маска у нас применена. И здесь, когда у нас эта нода выделена, мы можем эту маску преобразовать в очень интересный элемент. Для этого мы маску нашу переносим и наводим сюда. Таким образом. И здесь есть вот птичка Solid. Мы ее отключаем и расширяем границы. Вот таким вот образом. Но кроме этого, нам еще необходимо уменьшить эту маску. Таким образом, чтобы она охватывала тот текст, который я хочу на самом деле выделить. Ну вот, приблизительно таким образом. Скажем так, я переношу вот это туда, куда мне надо. И еще я беру, уменьшаю размер моей маски. Сдвигаю ее на нужное мне место. Уменьшаю ее по высоте. И теперь мне кажется, что у меня слишком широкий, очень даже широкий край. Я этот край уменьшаю. Но еще делаю меньше, насколько это для меня будет приемлемо. И теперь мне необходимо завести вот это все дело в мой трекер. Каким образом я делаю это? Вот таким образом. Вот, раз, все. И у меня появилась на этом экране моя маска и то, что я выделил в этом файле. Поэтому попробуем проиграть. Вот пока у нас мы видим, что наша страница не двигается. Но через некоторое время она начинает движение. И мы видим, что то, что у нас выделено, остается на месте. Переходим во вкладку Edit. И в этой вкладке мы наблюдаем то же самое. Сейчас я увеличу Ctrl F. И проигрываю. И проигрываю. Итак, друзья, если вам понравился этот способ, это видео оказалось для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. И до новых встреч в новых видео, в новых уроках по DaVinci Resolve. Субтитры сделал DimaTorzok